Привет, мои дорогие друзья! Сегодня Алексей Анатольевич за камерой не стоит. Я буду сама снимать, потому что я вообще собиралась всего лишь сделать абрикосовое варенье быстро. Потому что Лёша вчера поехала на рынок, купила огромный ящик, очень вкусных и по очень интересной цене. И, в общем, мы решили сделать абрикосовое варенье, потому что я его просто обожаю зимой, с маслечком, на тост. И это же абрикосовое варенье также можно в Прагу добавлять. И там будут ягоды вот эти, вот абрикосы, это будут фрукты. В общем, это будет очень-очень вкусно. Я решила с вами поделиться этим рецептом, поэтому к Сёмочкам не готовились, и я там особо не в ведоне губки намулякала. И сейчас по-быстрому вам покажу, как это делается. Решила вам показать, почему. Потому что сейчас позвонила маме, и она мне говорит, обязательно положи туда миндаль. И как раз-таки вот этой фишкой я хотела с вами поделиться, в принципе, поэтому и замутила это видео. Итак, что делаем? Сейчас покажу красивую раковину. Посмотрите на эти краски лета. У меня полная раковина абрикосов. А здесь слева стоит огромная-огромная кастрюля. Сейчас что нам нужно сделать? Хорошенько вот это вот всё помыть, порезать, вытащить косточку и забросить в кастрюльку. Вот, собственно, сейчас этим я и займусь. Ребята, хочу... Давайте ещё маме сейчас позвоним, потому что я хотела сделать по сахару соотношение килограмм фруктов и полкило сахара. Сейчас позвоним у мамы, спросим. В детстве у нас был такой мини-складик, скажем так. Папа сделал полки такие с пола до потолка, и мама каждое лето затаривала так. Сейчас, конечно, это никто не делает, потому что в магазине всё навалом, и всё это очень доступно. Раньше, вот в моём детстве, ничего не было этого в магазинах, это всё было недоступно. Но зато летом была возможность у всех за копейки, там, за 10-20 рублей за килограмм покупать фрукты, овощи и всё это затаривать, закатывать. Вот мама этим занималась, давайте позвоним ей. Она не знает, что мы с вами ей звоним. Да, Балитя, да. Мама, а скажи мне соотношение... Алло. Алло, да, скажи мне соотношение, если я абрикосовый... Не слышу. Как слышно, приём. Соотношение на абрикосовое варенье сахара к фруктам? 1-1. Это не слишком сладко? Ну, абрикосы какие? Они сладкие? Сладкие. А если я на полкило сахара сделаю? Это прохладное место должно быть. Мама как говорила, мы сел Алине относились в подвал. К нам в подвале всегда прохлада была. И там держали. А так, если 500, то в холодильнике. Делай 5-минутку, это самое вкусное. То есть один раз довожу на медленном окне до кипения, 5 минут кипит и разливаю. А ты убираешь. Да, не убираешь. И плотно закрываешь, остываешь, потом кладёшь в холодильник. Так надо. Да, бадим чё. Всё, давай. Adios, thank you. Adios. Ага. Это мама. Итак, ребята, собственно, вот та деталька, тот нюансик, которую я и хотела вам продемонстрировать. Смотрите, что мы делаем. У меня здесь миндаль. Что я делаю? Я включаю здесь плиточку и довожу в кастрюльке воду до кипения. Как она закипит, я забрасываю туда свои орешки. Орешки забросили, чуть-чуть их там вот так вот поперемешали, сливаем этот кипяточек, всё, промываем их и очищаем. От кипятка ещё и хорошо очищается у нас будет шелуха. Вот. Что будем дальше делать? И ещё фишечка. Сейчас, когда мы абрикосы очистим, там также у нас будут абрикосовые, как это делают, вот так вот, абрикосовые косточки. Абрикосовые косточки в ступке мы также разобьём. Я помню, как мама это делала во дворе, она выходила во двор, брала кирпичик какой-то и вот так вот на газетке ломала эти абрикосовые косточки и потом добавляла варенье. У нас есть ступочка, я её от перчика хорошенько отмыла и будем тоже добавлять. Друзья, сделайте это, и это абрикосовое варенье будет очень-очень вкусное. Всё, пойдём мыть абрикосы и нарезать их. У меня водичка закипела, и я сейчас забрасываю сюда миндаль. Смотрите, вода как чернеет сразу. И сейчас сливаем кипяток и промываем орешки. Итак, ребята, посмотрите, я сделала, ну, всё, что я завела кипятком, я не всё это буду использовать. Я буду вот столько всего лишь брать, потому что у меня ещё будут косточки абрикосовые, их тоже я буду забрасывать. Так, промываем это всё ещё раз. Мой кастрюльчонок огромненький. Сейчас я здесь, привет, ребята! Когда сам снимаешь, вот так вот получается. Нет, я, конечно, могу на штативе вон туда вот далеко выставить её. Ой, блин, ну это будет немножко не то. Вот какая вкусненькая и очень полезная косточка получается. Отправляем её в кастрюлечку. Давайте сделаем симпатичный кадр. Что мы имеем? Пересвет. Чуть-чуть. Что мы имеем? Мы имеем огромную кастрюльку с красотой. С красотой. Теперь мы всё это ставим на весы. Не забудьте обязательно прежде взвесить вашу кастрюльку. Так, у меня вот тут вот кастрюлька весит 2 килограмма 50 грамм. Теперь на каждый килограмм у меня идёт 800 грамм сахара. Мне нужно время, чтобы я посчитала. Так, я посчитала. У меня выходит 3-440. Берём сахар на кусок. 3 килограмма 440 грамм. И засыпаем. И пальчиками немножко вот так вот распределяем, чтобы сахар туда у нас попал, осел. Вот так получится. Нет, не воно. Всё, ребята, накрыли крышкой. Кришкой и оставляем так. Можете на всю ночь оставить, можно часов на 5. Ни капли воды мы не добавляем. Сахар соединится у нас с фруктами, с абрикосом и даст сок, сироп. Это будет тот сироп, который будет в нашем варенье. Очень вкусный, прозрачный. Так что всё, сахар пускай своё тут дело делает. 5 часов ему точно нужно будет для такой большой массы. Ну, а лучше, в общем, можно на ночь оставить и утром уже прокипятить. Попозже встретимся. Привет, друзья, ещё раз. У нас наступил следующий день. Весь день, получается, всю ночь у меня простояли абрикосы с сахаром при комнатной температуре. Но у меня здесь работает кондиционер и достаточно прохладно. Просто мы уже поздно отсюда уезжали и времени не было всё это варить, по баночкам разливать. Поэтому я вот так вот долго пережидала. Вы, конечно, лучше не ждите так долго, а сделайте так, чтобы прошло 5 часов или ночь, как я вам сказала. Давайте покажу вам, что у нас там в кастрюльке происходит. А вот что у нас происходит. Очень-очень много сиропа вышло. Сахар такой подтаял уже. А абрикосы уже лысеют, виднеются. Сейчас всё это ставим на медленный-медленный огонь. Периодически, очень аккуратно перемешиваем и доводим до кипения. Вот, посмотрите, ребята, сколько сиропа. Ой, обалдеть просто. Это мы ещё ничего не кипятили. Видите, прям в сиропе плавают абрикосы. На медленном-медленном-медленном огне у меня вот так вот еле-еле закипает сейчас. Такая пенка образовывается сверху, я её потихонечку снимаю. Но сейчас, когда закипит, на самом деле всё это и уйдёт. Так, и что мы ждём? Я жду нормального кипения. Я добавила газку. Кстати, император мой вернулся. Я добавила газку, потому что при моём мини-мини-мини газку ничего вообще не кипело, ничего не происходило. Огроменная-огроменная у меня кастрюля. Поэтому я добавила, пеночку сверху убираю и, как мама нам по телефону сказала, делай пятиминутку. Так и делаем. Доходит у нас до кипения. И когда кипит, варим пять минут. Всё, друзья, и готово. Потом стерилизуем баночки и разливаем. Я и забыла вам пожаловаться на жизнь. Я вчера грохнула из самоката. У нас вчера было вообще просто... Летнее приключение. Влюблённая парочка. Мы друг в друга врезались и разлетелись в разные стороны парка. Когда Маша подъехал, парень говорит, вы живы, ребята. Так что так. Всё. Сейчас потихонечку вот эту самую густую пенку снимаем. Друзья, у нас наступил третий день. Я всё должна была это закончить, уже сделать вчера. Но так как я занятой человек, у меня это не получилось всего в один день сделать. Нельзя так делать, потому что вам придётся второй раз кипятить. Вчера мои съёмочки закончились на том, что я закипятила. Как нужно, доводим до кипения. Пять минут кипим. Сразу начинаем разливать по банкам. Банки у нас должны быть уже стерилизованы. Как мы их стерилизуем? Вот там вон видно мои баночки? Там у меня помытые чистые баночки. Я включила духовку на 120 градусов. В принципе, можете старым способом обдавать кипяточком их. Это будет тоже стерилизация. Или духовка. Все банки сейчас я на решёточку туда положу. Они как высохнут у меня. Так всё, и стерилизация у меня прошла. А крышки мы будем заливать кипятком. В кастрюльке сейчас закипячу и просто их туда окуну. И варенье тем временем у меня не пришлось, как я вам уже сказала, второй раз закипятить. Потому что нужно его второй раз. Но я не парюсь по этому поводу. Почему? Потому что абрикосовое варенье, я его люблю делать таким полуджемом. Мне нравится, когда есть сироп. Но я люблю, чтобы абрикосины были такие полуразвалившиеся. Потому что это я себе делаю на зиму, чтобы утром на тостик, да на маслечко с бутербродиком и с чашечкой любимого кофе или чая. Всё это употреблять. И ужинать я тоже очень сильно так люблю. Поэтому мне нравится, когда это варенье бывает не прям жёсткие, целиковые такие абрикосины. А когда они такие бывают, вот такие вот. Когда на бутербродик мягко они ложатся. Всё, ставим банки в духовку. Ну, всё равно их, короче, как ставить. Тогда буду ровно их ставить. Всё, баночки у меня в духовке. Они мокрые, 120 градусов здесь. Я закрываю и оставляю, вот как они высохнут полностью. В принципе, их сразу можно оттуда и доставать. Так, а пока бегом стерилизовать крышки. Итак, ребята, здесь у меня кипяточек. И в кипяточек я опускаю крышки. Побултыхаю их там хорошенько. Друзья, хочу показать вам консистенцию. То, что получается. Видите, и сироп есть, и вот они абрикосики. И такие полуразвалившиеся. То, что вот как раз я вам говорила. Что-то между джемом, скажем так, и вареньем. Но тем не менее, фантастически густой такой насыщенный сироп. Не вода. Я не люблю, когда водичка бывает. Я вот так люблю. Ну, это он еще горячий, еще гуще будет. Да. Все, разливаем по баночкам. Все, друзья, посмотрите. Королевство абрикосового варенья у меня получилось. И теперь мы закрываем хорошенько. Силоп у меня, конечно, нема, но нужно постараться сделать так. И переворачиваем. Крышечки я не сушу ни полотенцем, ничего. Все у меня стерильно. Оттряхиваю от воды, закрываю крепко и переворачиваю. Надеюсь, когда я утром приду, у меня ничего не полопается. Я, конечно, не супер асовая, но летом мы это делаем всегда. Это вроде ничего так держится у нас. Закаточка! Ой, эта кружка некрасивая, с баклажаном. Все, друзья, я сейчас накрою всю эту красоту каким-нибудь пледиком. Оставим при комнатной температуре остывать до конца. Остынет, завтра придем, переворачиваем баночки. Желательно, конечно, в прохладном месте хранить. Если нет прохладного места, ну, я не знаю, дома под диваном. Вот, так что так, друзья. Все, вот такой вот получился у нас быстрый вариант. Летний. У нас, короче, выбило окно. Не показывай этот позор. Его не выбило, оно вылетело. У нас вылетело, представляете, упало у нас окно. И поэтому сейчас немножко шумные у нас такие съемочки, потому что за окном ездят. Ничего, мы скоро вставим. У нас мусорный мешок пока на окне висит. Надо показать, потому что это очень интересно. Вот, оно даже улыбается. Собачка как будто. Мы уже отреставрировали окно. Скоро его вставим. Монтируем обратно. Да, кто, кстати, на нас в инстаграмчике подписан, вы в курсе, вы видели это зрелище из стекол, разбросанных по всей студии. В общем, не буду рассказывать. Это долгая история. Все, ребята, целую, обнимаю. И напоминаю, рецепт у нас какой, нигде прописывать не буду. Сразу просто скажу. Килограмм абрикосов, 800 грамм сахара. Все. Если хотите, чтобы как вот у меня консистенция была, проварите второй разочек. Или используйте такие прям супер мягкие абрикосы. У нас, в принципе, абрикосы были и мягкие, но и я второй разочек их прокипятила. И прям для меня это идеально. Целую, обнимаю. Пока.